Мир вам, братья и сестры! Мы собрались сегодня на особое служение. Оно особое не только тем, что это особый день, в который мы не собираемся в обычное время. Оно особое не только потому, что мы будем вспоминать те события, когда Иисус собрал своих учеников в горнице. Оно особое потому, что мы все сегодня будем участвовать в этом собрании. Перед нами знаки смерти Иисуса Христа. Мы сегодня будем участниками, и Слово Божие говорит в первом послании Коринфянам, «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины». Мы будем сегодня праздновать. Это особое празднование, когда мы говорим «Пасха наша Христос, Он заклан за нас». И Господь открыл нам новый путь празднования, не с закваской лукавства, не чистоты и греха. Он дал нам право праздновать по-особому, чтобы это были опресники чистоты и истины. Господь Христос собрал своих учеников, и сегодня нам также важно быть в этой горнице. Не так, как тогда были 12 учеников, сегодня по всему миру миллионы учеников Иисуса Христа, которые вспоминают это событие, которые хотят быть участниками того, что было там, в горнице. И мы сегодня будем участниками. Господь да наполнит сердце наше, чтобы мы приготовлены были к этому участию в Новом Завете, чтобы мы были приготовлены сегодня слышать Христа. И в этом тексте я прочитал, сказано «Пасха наша Христос». Христос должен быть главным сегодня. Мы Его должны слышать, мы о Нем должны рассуждать, мы должны видеть то, что Он сделал, чтобы Он был нашей Пасхой, который заклан за нас. Давайте помолимся сейчас и попросим благословения на это служение. Господь наш, мы преклоняемся пред Тобой в этот час. Мы исповедуем, что Пасха наша, Ты, Господь, заклан за нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты стал этим агнцем, который взял на себя грех всего мира. Мы благодарны Тебе за то, что Ты был заклан за нас, за то, что Ты пролил свою кровь, за то, что нам Ты даровал свою праведность и очищение, за то, что нам Ты дал особую возможность праздновать эту Пасху с опресниками чистоты и истины. Господь, мы нуждаемся в том, чтобы и сегодня Ты говорил сердцам нашим. Мы хотим сегодня быть в этой горнице. Мы хотим слышать Твои слова. Мы хотим сегодня рассуждать о ломимом теле, о пролитой крови. Мы хотим сегодня, чтобы эти знаки, которые мы будем держать в руках, которые мы будем принимать из Твоих рук, чтобы они сегодня стали жизнью для нас, чтобы, участвуя в этой заповеди, мы еще раз осознали величие спасения, которое мы имеем, величие страдания и смерти Твоей, и драгоценность пролитой крови. Благослови, Господь, нас сегодня. Прибудь с нами. Дух Твой святой да прикоснется к сердцу каждого из нас, чтобы в этом собрании мы получили духовную силу от слова Твоего, от Тебя, Господа и Спасителя. Мы поклоняемся Тебе в этот час. Мы прославляем Тебя, Бога и Спасителя нашего. Аминь. Давайте споем все вместе. О наш Отец на небесах. О наше Отец на небесах, Примеми, моление мое, На основных славных чудесах Святится имя век Твоем. Все верушь, ты все могушь, Тебе вечер пред Тобою все. Все видишь, ты безнесушь, Да обидеть царствие Твое. Песня. 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 Дай крепко, сущный ты, не дай, Ты, милосердие, справедлив, Оставь, долги ты, наш жена, Ко мне без злобу вас закрыли, Прощай мы с твоим врагам. Кто без тебя безгрешен был, Твои искушенья не приди, Нас не нашли, о Боже, си, От злоба Духа грати. Твои все длинные дела, Твое и царство поселить, Тебе и слава и хвала, Во веки вечные, аминь. Тебе и слава и хвала, Во веки вечные, аминь. Глаза мои, я Господу позвал, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подсудимая жизнь Чтоб ему колосились над небом, под небом хлеба Когда он растоптал и любовь, и добро Защищаясь, скажи о волнующих днях О ликующем сыне наимской вдовы О слепых, уходящих домой не в потьмах А под сводом пленящие их синевые Расскажи, как уныло, без светлых надежд Прокаженные шли, а тебя, повстречав Уходили, забыв о гнетущей нужде Где им жалким для помощи встретить врача? Вспомни то, как любила тебя детвора Как тянулась к рукам, затаенно дыша Как, проснувшись, желая встречаться с утра И спроси Разве дети к злодеям спешат? А когда на защиту ответят Распни! Суд проси Чтоб свидетелей верных призвал Чтобы каждый из них Все как есть Разъяснил Что свершал ты И к чему призывал И тогда промолчи Скажет пусть и Аир Как ты добр и велик Возвратить к жизни дочь В Артемей пусть расскажет Как дорог стал мир Когда ты пожелал Ему в горе помочь Прокаженные пусть Подойдут на помост И покажут трубцы затянувшихся ран И другие ответят На дерзкий вопрос Охладив Разгоревшийся пыл горожан Только где они и где? Их не видно в толпе Неужели сразило сомнение стрела? Неужели рассеялись Все оробев Зная как Беспощаден народ И пилат Крик насилия потряс Первозданную твердь Правосудие пало Под натиском лжи И из адских глубин Была вызвана смерть Чтобы жизни лишить Подсудимую жизнь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Иисус ДимаTorzok 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 А мне, Тебе, прощение небес, В ужасных руках огнец выкупает. Мой плач, твой плач, давно ждут небеса, Давай откроем души сокрушенье. Мой мир, твой мир, там бьется, как река, В весте одном от смерти избавленье. Мой путь, твой путь, который твой ведет, Нам на Христе берет свое начало. Мой путь, мой путь, там славу вас поет, Где воды или криво в лесу стали. Иисус. 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 Искупил драгоценною кровью. О, вне мы, человек, Ласку песни моей, Что ты медлежь, мой друг, Что ты ждешь. Чем ты платишь ему За божественную дам, За пролитую хвосту даешь. На земле свечи, Много крепей, крепей, Рождея, Господь, Зал Господь. Он зовет, он, приди, Мимо круг не пройти, Но ты счастье и мир Пробретешь. Дай, Господь, Мне понять, Дай, у вечной любви, То, что ты нам на землю Принес. И тогда я спокойно И твердо пойду По земле, Среди пусты и грозь. Никогда не смогу Умел забыть этот крест, Он стоит между небом И землею. Своей смертью Христос Примирил нас, Морцом, Искупил драгоценною кровью. Во грехах бесконечных Мир погряз, как в трясине. С ним и грешник несчастный Безнадежно погряз. Милосердный Создатель Никого-нибудь, Сына, На страдания отдал, Чтобы выручить нас. В мир греховный, спустившись, От яслей Вифлеема Он прошел до Голгофы, Твой Спаситель Христос. Во Христе разрешилась Мировая проблема. Во Христе разрешился И твой личный вопрос. Братья и сестры, Вспоминая события Или тот праздник, О чем мы вспоминали В воскресенье, Торжественный вход Господа в Иерусалим, Его явление как царя, Я вот размышлял так Об этом контрасте. Как так получилось, Что народ Так ревностно, С таким торжеством Встретил Его, Признав в нем царя, Признав в нем Мессию, Освободителя. И спустя несколько дней Многие из них, я думаю, Кричали совсем другое, Распни, Нет у нас царя, Кроме Кесаря. И когда Пилат, Зная об этом Торжественном входе, Он спрашивал у народа, Так какое же зло Сделал он? За что? То веской причины В общем-то не было Ни для Пилата, Ни для них самих. Его пытались обвинить В богохульстве, Но Ведь так не происходит суд. Суд должен достигать истины. И когда Христос на прямой вопрос Первосвященника О том, что Ты ли Христос Сын Благословенного, А до этого Он ни на что не отвечал, Ни на какие обвинения, Он говорит, Я. Так исследуйте Этот вопрос. А действительно ли Он Сын Благословенного? Но никто не задался Этой целью. Для учеников Вот эти события Они представляются, Знаете, Как амплитуда такая Вверх, Торжества И самая глубина Падения, Разочарования. И вот там Пошла такая прямая, Которая показывает Как бы Смерть, Когда сердце Перестает биться, Когда нет уже Импульсов, Толчков. Вот примерно так Было для учеников. А мы надеялись Было. А мы надеялись Было. Христос Прекрасно знал Все события, Знал Ход событий, Знал Хронологию, Знал И цель, Для чего Он пришел И не отвращался От нее. Совершая с учениками Последнюю вечерю, Ветхозаветнюю, Христос говорит, Что я очень хотел Есть с вами Вот эту Пасху Прежде моего страдания. Ученики Никак не хотели Принимать, Что Христу Надлежит Пострадать. Но тем не менее Христос Вел их этим путем. И на этой Ветхозаветней Пасхе Он устанавливает Нечто новое, Новый Завет. Давайте прочитаем Об этом. 26 глава Евангелия от Матфея С 26 стиха. 26 глава Евангелия от Матфея С 26 стиха. И когда они ели, Иисус взял хлеб И благословив, Преломил И раздавая ученикам, Сказал Примите, Едите, Сие есть тело мое. И взяв чашу И благодарив, Подал им И сказал Пейте из нее все. Ибо сие есть Кровь моя, Нового Завета За многих Изливаемое Вооставление Грехов. Сказываю же вам, Что отныне Не буду пить От плода Сего виноградного До того дня, Когда буду пить С вами новое вино В Царстве Отца Моего. До этого места. Центральным элементом Или как бы центральным Таким знаком Ветхозаветней Пасхи Вот той вечерей Был Агнец. В книге Исход Мы читаем, Что Когда Бог давал Повеление народу Израильскому Первый раз совершить это Книга Исход Двенадцатая глава Седьмой стих Мы читаем Господь говорит Пусть возьмут От крови его Крови Агнца И помажут На обоих Косяках И на перекладине Дверей В домах Где будут Есть его И тринадцатый стих И будет у вас Кровь Знамением На домах Где вы Находитесь И увижу кровь И пройду мимо вас И не будет Между вами Язвы губительной Когда буду Поражать Землю Египетскую Кровью Агнца Надо было Помазать Косяки Перекладины Дверей И это был Знак для Ангела Который шел Губить Первенца В Египте Ангел проходил Мимо А вот Тот Агнец Это была Как бы Видимая часть Той вечери Той Того Завета Или Того Жертвы Искупления Или Милости Божьей К народу Своему Агнец Закланный Испеченный И вот Его Вкушали Вкушало Все общество Примерно На 10 человек Готовился Этот Агнец В домах И он Был Как бы Центральной Частью Мы читаем Из Писания Что Ни один Завет Бог заключал С человечеством Когда Господь Завет 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 Саврамом То То же Самое Он Дает Ему Знак Обрезания И заключает Завет Тоже Заколается Агнец И тоже Проливается Кровь Кровь Господь 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 Завет Новый Завет И Эта Новизна Она Тоже С кровью Этот Новый Завет Он Тоже С кровью Мы читаем В послании К евреям 9 глава С 18 По 21 Стих Такие Слова Почему И первый Завет Был Утвержден Не без Крови Ибо Моисей Произнесший Все Заповеди По Закону Пред Всем Народом Взял Кровь Тельцов И Козлов С Водою И Шерсть Учерленную И Сопом И окропил Как самую Книгу Так и Весь Народ Говоря Это Кровь Завета Который Заповедал Вам Бог Также Окропил Кровью И Скинию И Все Сосуды Богослужебные И Мы Читаем Ниже Что Да И Все Почти По Закону Очищается Кровью И Без Пролития Крови Не Бывает Прощения Грехов И Ниже Мы Читаем Что Христос Заключая Завет Он Тоже Со Своей Кровью Входит В Небесное Святилище Тоже Кровь И Тоже Жертва Но Братья Сестры Этот Завет Он Особенный И Знаки На этой Вечере Они Тоже Особенные Христос Уже Как бы Не Обращает Внимания На Агнца Ветхозаветнего А Говорит Ученикам О чем О чем То Особенном Он Берет Хлеб Он Берет Вино И Говорит Вот Сие Есть Тело Мое Сие Есть Кровь Моя За Вас Изливаемая О чем Это Говорит Этот Завет Братья Сестры Он Личностный Со Христом Каждого Из Нас Но Он И Коллективный Христос Своей Жертвой Он Создал Нечто Такое Что Не Было Известно Прежним Векам Он Создал Церковь И Он Говорил Ученикам Что Я Создам Церковь Мою И Врата Да Не Одолеют Е В чем Ее Сущность Это Единение Христа С Человеками Христа С Людми Бога С Человеками Насколько Же Глубоко Это Единение Мы Мы Читаем О Таких Образах Как Глава И Тело Он Есть Глава А Мы Тело Попробуйте Отделить Одно От Другого Жизнь Прекратится Немыслимо Существование Просто Главы Без Тела И Тело Без Главы Другой Образ Это Муж И Жена Это Жених И Невеста Семья Это Только Вот Этот Союз Нет Семьи Когда Нет Одного Из Них И Это Глубочайшее Единение Апостол Павел Говорит Что Это Тайна Тайна Вот Этого Единения Я Говорю По Отношению К Христу И Церкви И Объясняя В послании К Ефесянам Вот Обязанности Мужа К Жене Жены К Мужу Он Говорит Что Вот Это Глубочайшее Единение И Он Указывает На Вот Насколько Глубоко Христос Соединился С нами Мы Читаем Что Мы Сами Составляя Одно Тело Приобщаемся К телу Или К телу И крови Господним Десятая Глава Первого Послания Коринфянам Апостол Павел Говорит Что Чаша Благословения Которую Благословляем Не Есть Приобщение Крови Христовой Хлеб Который Преломляем Не Есть Приобщение Тела Христова Один Хлеб И Мы Многие Одно Тело Ибо Все Причащаемся От Одного Хлеба И Вот Здесь Мы Видим Единение Как Бы И Коллективное И Наше Личное Когда Мы Участвуем В заповеди В этой То Апостол Павел Говорит Что Да Испытывает Себя Человек Каждый Человек Должен Испытать Себя Увидеть Посмотреть Своё Состояние Свою Внутренность Перепроверить Это И Коллективное Единение Потому Что Один Человек Не Не Состоит Только В завете Со Христом Церковь Состоит В этом Завете Удивительное Создание Которое Для людей Этого Мира Оно Непостижимо Как бы Люди Не пытались Ну Как бы Его Вот Что-то Подобное Создать Не получится Вот Эти Людские Разногласия Разношерстность Людская Она Не даст Возможности Создать Вот такое Единение Во Втором Во второй Главе Послания К Ефесянам Апостол Павел Говорит Как пример Что Из Кого Он Создает Вот Это Единение Он Говорит Что Во Христе Были Или вернее Во Христе Получили Единение Те Кто Раньше Были Далеки Друг от Друга И он Говорит Что В 12 В 12 Стихе Вы Были В то Время Без Христа Отчуждены От общества Израильского Чужды Заветов Обетования Не имели Надежды И были Безбожники В мире Вот Было Общество Израильское Которое Создал Господь Которому Он дал Обетование Которому Он дал Закон Через Которого И через Это общество Через Заветов Обетования Вы Не имели Надежды И были Безбожники В мире А теперь Он продолжает А теперь Во Христе Вы Бывшие Некогда Далеко Стали Близки Кровию Христовую Вы Стали Близки Кровию Христовую Я хочу Немножко Вот на этом Остановиться Что Язычники И евреи В те времена Это была Очень большая Разница Мы Может быть Не совсем Как бы Ее оценим В наши Времена Ну казалось бы Какая разница Просто Евреи А те не евреи Но в те времена Это была Очень большая Разница И Когда мы Читаем Вот из Деяния Апостолов С каким Как бы Трудом Весь Благовестие Через Апостолов Достигало Язычников Мы видим Что Господу Надо было Как бы Толчки Такие Чтобы шли Благовестовать Язычникам И апостолы Не соглашались Не понимали Как же это Так Апостол Петр Говорит Прирекаясь Господом Когда Господь Ему показывает Вот Видение Что Закали Петр Ешь А там Всякая Нечистота Там Всякие Нечистые Животные И Петр Говорит Господи Никогда Нечистого Или Скверного Не ел И Господь И Господь Через Всего Всего Этого Божественного Бог Дает Эту Часть Быть Общностью Быть Одним Во Христе Когда мы Дальше Размышляем Что во Христе Нет уже Ни мужеского Пола Ни женского Нет раба Свободного Нет знатного Или Незнатного Больные Здоровые Мы Все Соединяемся Во Христе И апостол Павел Продолжая Вот в этом Послании Кефесянам Он говорит Что Он Есть Мир Наш Он Есть Мир Наш Мы Не просто Как-то Каким-то Образом Ну Какими-то Идеями Спаянные Вот В одно Общество Мы Духом Божьим Напоены Мы Умиротворены Друг с Другом Мы Имеем Мир С Богом И друг С другом Это Чудесное Единение Братья Сестры Я хотел бы Чтобы мы Еще Еще раз Просто Вот Перед Нашим Участием Переосознали Что творит Господь Как чудесно Он делает Что Во Христе Заканчиваются Все земные Все человеческие Распри Всякая Человеческая Вражда Все Уходит Абсолютно В никуда Дух Божий Наполняет Все Дух Божий Своим Естеством Своим Учением Он Перекрывает Все Он Дает Новый Смысл Он Дает Новые Цели Он Дает Новую Жизнь Это Многоразличная Благодать Божия Это Неизреченный Дар Его Любви И Господь Принимает Нас Всех Одинаково Мы Друг Друг Братья И Сестры И Его Дети Давайте Мы Помолимся Поклонимся И Возблагодарим Его За то Что Он Нас Соделал Вот Этой Частью Этой Общностью Его Церковью Аминь Господь Наш Отец Небесный Мы Преклоняемся Предвеличием Твоим И Сердечно Тебя Благодарим За Господа Иисуса Христа За Его Голговскую Жертву За Его Пролитую Кровь И Ломимое Тело За Его Смерть И Воскресение За То Что В этом Наше Искупление И Усыновление Господь Благодарим Тебя Сердечно За Это Благодарим Что Еще Раз В жизни Нашей Ты Даруешь Эту Возможность Участвовать В этой Заповеди Вспоминая Твою Любовь Вспоминая Твои Господи Твои Милости И Видя Твою Благость Господи И Благодать Твою Славим Поклоняемся Тебе За Это Благослови Чтобы Это Наше Участие Оно Послужило К славе Твоей Оно Другу И Все Вместе Твоя Церковь Возлюбленная И Искупленная Господи Мы Благодарим И поклоняемся Тебе Еще и Еще раз Богу Нашему Отцу Сыну И Духу Святому Аминь 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 Отчет Господи Благодать Господи вас Судит 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он пойдет, и он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами Пасху сию прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее, и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание, так же и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его, придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря, Отче, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня, Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это событие сегодняшнего дня. Это установление вечери Господней. Перед тем, как будет предательство, страдания и смерть, Господь установил свою заповедь. Он дал нам знаки того, что будет позже. Он определил, что будет позже. Он оставил эту заповедь, зная, что будет пролитие крови, бичевания, страдания и смерть за нас. И вот уже две тысячи лет эта заповедь совершается. Вот уже две тысячи лет христиане берут хлеб и вино, вспоминая, рассуждая и возвещая, что сделал Господь для нас. Мы в другом положении. Мы знаем, что произошло. Ученики слышали несколько раз о том, что Христос говорил, что это будет, но наверняка на той вечере до конца они не понимали, что значит этот хлеб, что значит эта чаша. Мы сегодня это понимаем. Дал бы Господь, чтобы каждый из нас, сегодня, принимая этот хлеб, принимая эту чашу, прошел этот путь, которым пришел Христос. Он прошел его ради нас. Он прошел его вместо нас. Вместо нас он пошел на крест. Вместо нас он умер. Вместо нас он стал жертвой, чтобы нам сегодня, в 21 веке, зная истину, имея спасение, будучи его детьми, его учениками, иметь эту жизнь, когда мы берем в руки эти знаки и возвещаем, он умер за нас, и он дал нам жизнь. По примеру Господа и Спасителя нашего мы совершим молитву над хлебом. Господь наш, мы преклоняемся пред Тобой в этот особый день, когда мы вспоминаем, что Ты дал Своим ученикам этот хлеб и эту чашу. Мы также, Господь, по Слову Твоему, желаем участвовать в этой заповеди Нового Завета. Мы понимаем и верою принимаем то, что Ты установил. Мы верою принимаем и исповедуем, что Ты умер за нас, Ты пролил Свою кровь для нас. Мы принимаем верою, что всякий, кто принят жертву Твою и уверует, получает спасение и жизнь вечную. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы уверовали, мы познали истину. Мы теперь ученики Твои, мы члены Твоей церкви. И мы, веруя в это, мы хотим исполнить Твою заповедь. Благослови и освети этот хлеб. Дай нам разделить его друг с другом так, как Ты определил и как Ты установил. И принимая этот хлеб, Господь, мы желаем рассуждать о Твоем ломимом теле и возвещать Твою смерть. Благослови нас, Господи, совершить это по Слову Твоему и для славы Твоей. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Помолимся. Субтитры подогнали Симон. 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 Этими пронзенными руками Ты каждого из нас, уверовавших в Тебя, ведешь по этой жизни и направляешь к вечности и к небу. Мы благодарны за то, что и сегодня Ты укреплял нашу веру. И когда мы размышляли о Твоем страдании, о смерти Твоей, Господь, это укрепление нашей веры, потому что мы знаем, что грехи наши Ты взял на себя. Господи, помоги нам, чтобы, слышав сегодня эту весть, и участвуя в заповеди, чтобы мы еще больше любили Тебя и следовали за Тобою. Ты так много для нас сделал, Ты стал жертвой для нашего спасения. Господи, мы благодарим Тебя за истину Евангелия, которая открывается, и мы знаем и слышим ее вновь. И мы молимся за тех, которые еще не приняли Тебя в свое сердце. Ты простираешь и к ним эти пронзенные руки, и мы просим Тебя, чтобы каждый из них открыл свое сердце, верою принял спасение Твое, и был бы детем Твоим и учеником Твоим. Примет нас благодарность, Господь, за все, что Ты сделал для нас. Мы рассуждаем об этом, мы скорбим, Господь, но мы знаем, что в этом спасение наше. Благослови нас, Господи, и в завтрашнем дне, когда мы также хотим возвестить смерть Твою, мы просим Тебя, благослови завтрашнее служение, и все, кто придут сюда, Господи, гостей, соседей, все, кто были приглашены, мы желаем возвестить, что Ты спаситель, Ты умер за грех каждого человека, и мы нуждаемся в действии Духа Твоего Святого в этом предстоящем собрании, чтобы Ты касался людей, побудил их прийти, и здесь во время собрания Слово Твоего пения, Господь, чтобы Дух Твой Святой прикоснулся к сердцам каждого, кто будет здесь. И нас, Господь, приготовь к этому светлому празднику Твоего воскресения, чтобы мы радовались и торжествовали, и знали, что Ты победитель, Ты победил ад, Ты победил смерть, и в Тебе победа наша. Прими от нас и в этот час поклонения, Господь и Бог наш. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.